всем привет с вами марина и вы на канале обо всем и не только не только вязание на покупках сегодня видео будет интересным форматом все давно всегда говорила то что моя мама вяжет и не только игрушки но также одежду давно я для нее заказывала пряжу и оговаривала естественно в своих видео об этом но настало время показать все-таки ее вязанный гардероб начнем пожалуй наверное с летних вещей и плавно мы с вами будем переходить на вещи которые можно носить в прохладное время все вещи конечно связаны крючком так как спицами мы только-только начинаем овладевать в основном конечно что у меня что и у мамы это был крючок и самая наша наверное любимая пряжа это коко также есть ажурная ну и и в дальнейшем будут остальные виды пряжи мама начинала вязать также шалим и вот на столе лежит вот такая красивая шаль давайте я ее немножко разверну и покажу из чего же она вязана и какими ниточками развернуть конечно все и на столе не получится но фотография обязательно я все буду прикладывать и вы увидите как это сидит на модельки все сидят на на самой модели здесь сеточка ажурная красивая он такая красота у нас получилось большая часть конечно это столбики с накидом воздушные петли и по краям сеточка из пряжи травка давайте расскажу по пряже все ниточки которые будут представлены во всех изделиях я буду подписывать на экране если постараюсь найти их номера и название так как все таки вязались эти вещи очень давно и этикетки могут быть утеряны но некоторые конечно и могут быть найдены но давайте все по порядку данная шалька была связана вот по вот этой папа вот этому мотивчику из журнала взят была основа только место кисточек естественно было здесь сделано травка вот такая сеточка даже вот здесь вот моделька представлена с травкой основная часть это коко вот остатки коко этого он знаете такой на камеру наверное не очень передает но больше это это наверно больше всего идет персиковый цвет так а это у нас и санти травка пряжа для ручного вязания спицы здесь конечно рекомендованы пять с половиной шесть номер цвета 0019 и это стопроцентный полиэстер 100 граммах 150 метров тоже такую персикового насыщенного цвета очень красивая ниточка что сделано такой микс и очень-то неплохо получилось но она данную шальку носит в паре в паре вот с такой красивой маечкой сейчас разложу вам покажу ну вот она красавица маечка вязано нет двумя способами есть ажурный квадратик мотив и само полотно из веерочков красивое такое полотно получилось по лицевой части у нее красивый ажурный мотив потом у нее естественно наш идет узор веерочки красивый узор мне нравится по боковой частью у нее тоже есть ставка из мотивов вот вязала мама начала два полотна перед и спинку потом к этому привязывала при мотивчики и также сшила два полотна с помощью квадратного узора по спинке мотивов нет просто законченные ряды с веерочками плечевой шовчик есть небольшой обвязка по всему периметру веерочками столбиками с накидом красиво получилось и нежно это пряжа куком крючок она самый стандартный крючок это наверное у нас все-таки был двойка два с половиной полтора потому что в основном и конечно еще раз повторюсь вязали коко или какую-то другую пряжу но в основном стопроцентно был хлопок версии зо ванной вот такая красота у нее получилось сейчас ставлю фотографии обязательно и вы увидите как сидит эти две модельки на ней это нежная кофточка с рукавами пряжа льдинка ажурная цвет к сожалению нужно будет найти тогда я вам подпишу если найду очень красиво нежно связано мотивчик сам рисунок вот этот рапорт увидели мы на просторах интернета и мама придумала сделать вот такую красивую кофточку ажурную она ее носит под юбку так как она получилась немножко укороченная но все равно красиво выполнена здесь у нас идет один ряд столбиками с накидом и здесь лепесточки такие тоже столбиками с накидом вязано было два полотна перед и спинка вот он шовчик у нас идет и вязано было поворотными рядами туда-сюда довязала до горловинки вывязала горловинку небольшую кругленькую также сделаны были плечевые швы и потом были вязаны рукава рукава тоже шивные вот таким образом мама выполнил рукава то есть идет у нее на убавление здесь чтобы не были не совсем широкими вот такие клинышки получились очень красивый такой нежный цвет такой голубой да на камеру он как раз таки передает в общем вышла такая вот симпатичная красота это еще одна кофточка маечка летненькая вязана тоже из ажурной льдинки если не ошибаюсь или если что посмотрю по точнее цвет крючком наверное все таки двойка там самый такой стандартный крючок который подходит больше часть под любую тонкую хлопковую пряжу данную работу она увидела тоже на просторах интернета понравилось ей и решила воплотить в жизнь узор как будто как волна такая вот интересная мне тоже этот узорчик нравится я давно посматриваю на него может быть что-то и и придумаю из него связать вязалась два полотна цель на вязаных то есть вязала сначала снизу вверх естественно потом она добавляла на рукава чтобы они как бы были спущенные рукавчики на пройму добавляла вязала дальше вверх вывязала горловинку такую красивенькую симпатичненькую и сшила это все по бокам и по плечи плечам по бокам тоже сшито вот шовчик надеюсь что по всем узорчиком я может быть сделаю мастер-классы потому что узора принципе интересные может быть кому-нибудь то понравится захотят мои подписчики или же мои зрители моего канала воплотить данные узорчики в жизнь они очень легко принципе будут вязаться для начинающего мастера принципе тоже будет понятен сам принцип вязания крючком но для профессионала конечно это уже на первый взгляд это будет не так сложно но ажурные самые красивые узорчики конечно воплощаются в жизнь очень легко и просто в любую работу будь то это маечка кофточка платье или картиган и достаточно очень много разных изделий что можно связать из ажурного узора но сейчас немножко предисловия скажу и покажу не так давно около года назад даже может побольше моя мама очень сильно загорелась вязанием заек тит она когда увидела мастер-классы на данных заек на ю тубе ей захотелось очень сильно при сильно их связать сейчас покажу вам самую первую ее зайку конечно это был как называется проба пера и может быть не совсем она удачно получилось но это ее самое любимое так как все таки первое не судите строго как говорится сейчас вам ее покажу поближе первая красавица она и называлась теша увидев мастер-класс яны дымской на саму зайку на изготовление всех частей зайки ножек туловище головки ручек ушков ей очень сильно загорелась и понравилось как они выглядят в живую это самая первая зайка пробная она правда не стоит ну так как еще не совсем она умела набивать ее конечно не так туго было набита но ей этот процесс очень сильно понравился и после этой первой зайки понеслись вязаться зайцы их достаточно большое количество получилось и некоторые зайки нашли свой дом но не будет не осталось у нее несколько она еще хочет тоже навязать разный тематических заек ну давайте вернемся к первой вся одежда здесь съемная вязана конечно на из остатков большая часть это детская новинка остатки детской новинки пряжи здесь она принципе неплохо смотрится вязана все все картиганчик он даже видите есть у него вот такой красивенький симпатичный капюшон шапочка бередочка такая сумочка тоже все все детальки были проработаны и этот процесс еще раз повторюсь и очень захватил и уже не первая зайка была связана таким способом каждая зайка конечно имеет свой характер я не так давно писала посты об этом в своем инстаграм кому будет интересно проходите там есть некоторые зайки маминой работы сделаны я них писала начинается конечно все с туловище голова ножки ручки это все не очень придает характер но характера зайки придает вышитый нос вот как нос вышит так он пойдет и характер это более миловидная нежная вот она вся в розеньком такая девочка девочка а есть некоторые зайки конечно с характером и даже одежда к ним подбирается с учетом того как вышит первые стежки носа такая небольшая история предисловие в общем процесс новый интересный буду конечно в дальнейшем вам тоже показывать работы и заек и маминой работы которые она вяжет сейчас данный момент или уже не так давно связала дальше буду конечно вам показывать гардероб мамин потому что мало ли может быть кому-то будет интересно данное данное видео на этом я с вами прощаюсь спасибо большое что вы были со мной досмотрели это видео до конца ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии что вам из данных вещей понравилось и какую бы хотели бы вы видеть может быть у себя в гардеробе до новых встреч пока это видео до новых встреч пока Продолжение следует...